Всем привет! На связи Тёма и Владимир Владимирович Водонос. Вы же знакомы с Вовой, он снимался в выпуске про топ глупых вопросов владельца лягушки. Если вы не смотрели этот выпуск, исправляйтесь. Ссылка в описании к этому видео. А сегодня мы поговорим именно про Вову, а конкретнее про его вид. Он у нас Водонос. И сегодня мы ответим на вопрос, можно ли содержать такую огромную лягушку дома? Может ли она откусить человеку палец? И почему Вова будет отличным отцом? Всё в этом выпуске. Не переключайтесь, а мы будем начинать. Водоносы родом из Южной Африки. Реже их можно встретить в восточной и центральной части этого региона. Для любой другой амфибии это ад, так как в этих регионах очень сухо и жарко. Но Водоносу норм. Вы, наверное, спросите, ну как же всё-таки эта гигантская амфибия выживает в этом климате? На самом деле всё просто. Водонос может сказать спасибо своей толстой коже, которая спасает его от пересыхания. А прочный мочевой пузырь помогает накопить воду в случае нехватки. Отсюда их название. Эта амфибия в прямом смысле слова может нести в себе до полутора литра воды. При этом они весят до двух-трёх килограмм. И самцы крупнее самок. Вот Вова, например, ещё подросток и он прям ещё нормально вымахает. Вот только представьте, ваша амфибия будет весить больше, чем Чихуахуа. Но Водонос не супергерой, которым они страшны засуха и зной. Всё-таки они иногда прячутся от солнца. Например, во время засухи водонос входит в так называемую летнюю спячку или по научным эстивацию. Он зарывается глубоко в грязь и создаёт такой себе слизистый кокон. И ждёт, когда биологические часы разбудят его где-то через полгода. У этой амфибии есть второе название – лягушка-бык. Их так назвали, потому что их пение похоже на мычание. К слову, у водоноса мёртвая охватка. И рожать её в одиночку крайне проблематично. Поэтому будьте аккуратны при кормлении. Взрослый водонос может даже откусить человеку пальцем. Но, как показывает наша практика, водоносы кусают крайне редко. И не так, чтобы до откусывания пальцем. Так как они условно привыкают к человеку, просто не нужно водить пальцем возле рта амфибии. В домашних условиях водонос живёт до 7-10 лет и вырастает до 25 см. Что нужно сделать, чтобы ваша амфибия прожила с вами как можно дольше и выросла как можно крупнее? Сейчас расскажем. Берём террариум горизонтального типа. Минимальный размер для одной взрослой особи – 60 на 40 и на 40 см. Так как водонос любит зарываться, ему нужен соответствующий грунт. У нас есть несколько удачных комбинаций, к которым мы пришли на наши практики. Первая – это смесь кокосовой крошки и мха. Почти, почти, почти поехал. Второй вариант – коврик-субстрат, который хорошо держит влагу. И третий вариант – поролон. Ну, тут прямо у нас он как плед, но понятно, что вы его обрежете. Ещё в него можно укрываться вот так. Так как сейчас осень – отличный вариант пледа. Если вы содержите амфибию на грунте, то его нужно менять полностью раз в месяц. А если на коврике или поролоне, то его нужно мыть каждый день или раз в два дня. Укрытия тоже будут не лишними. Отличный вариант – кора пробкого дерева. Фоновая температура в террариуме должна быть 25-28 градусов, поэтому нужен источник обогрева. Первый вариант – это термоковрик, который крепится сбоку террариума. Или лампа обогрева. У меня в руке на 75 ватт и на 50 ватт. Всё зависит от размера террариума. Перейдём к теме кормления. По жирненьким бочкам водоноса можно понять, что они любят кушать. Их рационы разнообразны. Мы их кормим кормовыми насекомыми, а именно сверчками, саранчой и тараканами. Также они не откажутся от кормовых грузунов и лягушек, а также мы их кормим рыбой. Отличный вариант – это путасу, тилапия и мясо щуки. Маленьких водоносов мы кормим каждый день. От 4 месяца кормим через день. Затем от 6 месяцев раз в 3 дня. И от года кормим 1-2 раза в неделю. Интересный факт. Самцы-водоносы – отличные отцы. Во время врачного периода они устраивают целые гладиаторские бои за возможность обладательствовать самку. При этом всю ответственность за потомство берут на себя именно самцы, а не самки. И следят они за своими детьми аж до момента, как они из головастиков превращаются в лягушек. И подходят они к этой задаче со всей ответственностью. И готовы кинуться даже на льва или человека. А какие животные тоже отличные отцы? Пишите в комментариях. На этом наш выпуск подходит к концу. Если вам ролик понравился, обязательно поставьте ему лайк. И подписывайтесь на нас в других социальных сетях. Ссылки, как всегда, в описании. До новых встреч. Всем пока-пока.